Всем здарова, народ! Вы на канале Бублик Ченнел, и сегодня мы с вами поговорим о том, как обезопасить свой аккаунт в провинции. Этот ролик сейчас появился не просто так, то есть, это, знаете, не просто для профилактики, так сказать, да, а не просто у меня, знаете, идея такая возникла, а что будем мне рассказать про двухфакторку там, например, да, про то, что пароли нужно нормально не ставить. Нет, ни в коем случае, это все пошло от главного администратора четвертого сервера, который передал мне, который передал другим ютуберам о том, что, ребята, если есть такая возможность, осветите свою аудиторию, осветите в целом аудиторию провинции о том, что сейчас на проекте очень участились взломы. Взломы по различным причинам, мы это сейчас все здесь прочитаем, а я покажу, как нужно грамотно все вам сделать, тем, кто не понимает, что такое двухфакторная латификация, да, вот всякие вот эти вот шаги. Я прям продемонстрирую на своем втором аккаунте, у меня там как раз нету двухфакторки, на всех есть, представляете? На первом, на втором, на третьем, на четвертом, на пятом, на шестом, на седьмом сервере есть двухфакторка, и только на втором аккаунте, который находится на четвером сервере, ее нет. Вот прям, знаете, как будто ждал этот аккаунт вот этого видоса. Значит, смейте, что происходит? Давайте прочитаем, я уже добавлю свои комментарии. Уважаемые игроки, прошу внимательно ознакомиться с данным постом. В последнее время участились случаи взлома игровых аккаунтов, а также слива игрового имущества с этих же аккаунтов. Игроки могут подойти к вам и попросить протестировать новую графику, либо установить какие-либо файлы для улучшения FPS. За эти действия обещали денежное вознаграждение, вместо этого аккаунт взламывали и сливали игровое имущество. Мне вообще, прям вот я сейчас на этом месте, у меня прям тупость такая взяла, типа, чувак вам предлагает что-то скачать, то есть что-то, что вам поможет, и за то, что он вам поможет, он еще предлагает вам заплатить. Ну, это максимально глупо, но, видимо, это работает, раз это написали. Я вас убедительно прошу быть бдительными и благоразумными. Не скачивать подозрительные файлы, предложенные неизвестными вам персонажами. Не скачивать файлы с личных сообщений, в Телеграм, ВК, пабликов, даже если там приличное количество подписчиков, куда лучше. Будет скачать графику с мастерской в лаунчере, выбор небольшой, зато надежный. Ваша безопасность и безопасность ваших аккаунтов целиком и полностью зависит от вас. В целом, я знаю на провинции только двух чуваков, которые действительно, ну, уже имеют свою репутацию, постоянно что-то выкладывают, постоянно я ими пользуюсь, да, это Хузнет и это Одинцовский. У Одинцовского я взял звуки, взял тайм-цикл, у Хузнета различные эффекты, то есть я их смешал и у меня получается такая графика, которая мне заходит. Вот эти ребята, у них, в принципе, как раз-таки, ну, эти чуваки светятся у нас в мастерской, если мы зайдем, да, где тут наша мастерская. Они тут, вот, вот Хузнет, Артем Лисой, честно, не знаю, кто это, ну, вот, вот Одинцовский, например. И у них есть свои паблики, у Хузнета точно есть, у Одинцовского, не знаю, но у Одинцовского есть свой ютуб-канал. Вот, они постоянно это все выкладывают и, как бы, вот, вот, если вы хотите что-то откуда-то скачать, вот вам мастерская, да, если мало, ну, опять же, уже на свой страх и риск, какая бы репутация хорошая ни была, но можете взять это с их пабликов. У них хоть какой-то, есть, знаете, такая подушечка о том, что их знают, о том, что ими пользуются, я ими пользуюсь, у меня не установлены все эти эффекты. Что, значит, нам предлагает администрация для предотвращения взлома игрового аккаунта? Значит, установить надежный пароль на игровой аккаунт, а также на электронную почту, привязанную к аккаунту. Рекомендуется, чтобы пароли отличались. Ну, думаю, объяснять, зачем нужно надежный пароль, не надо, но если вы пишете свое имя и год рождения, ребят, это не надежный пароль, сразу говорю. Установить двухфакторную защиту, кстати, сразу говорю, потому что меня, кстати, с таким паролем сломали. Установить двухфакторную защиту на игровой аккаунт, а также на электронную почту, привязанную к аккаунту. Напомню, что это куда лучше исход, чем в итоге пропадет все имущество, и вы не сможете вернуть его обратно. Опять же, очевидно, покажу, как это делается. С периодичностью в максимум несколько месяцев обновлять пароли на аккаунте, а также на электронной почте. Не скачивать файлы сомнительных источников, так как файлы могут иметь стилер, который в последствии соберет ваши данные и использует их против вас. В текущее время совсем небезопасно доверять всем, кому попало. Соответственно, никому из посторонних игроков не разглашайте данные своих аккаунтов. Логин, пароль, почту, привязанную к аккаунту, тем более никому не выдавайте доступ к этим ресурсам. Я понимаю, для того, чтобы защитить аккаунт, нужно постараться, и моментами это приносит дискомфорт, так как всегда должен быть под рукой телефон. Но это небольшая плата за то, что ваши аккаунты останутся в безопасности. Администрация 14 сервера желает вам приятной игры и хорошего настроения. Итак, что вы поняли, что мы поняли, что все, кто сейчас на этом видосе, должны были понять, что нужен надежный пароль, нужна почта, которую вы знаете. Вот есть у игроков привычка регистрировать свой аккаунт на почту, которую они через 30 часа забудут. Вот зачем? Регистрируйте на свою почту, с паролем туда. То есть у каждого человека уже должна быть какая-то почта, которую он знает, потому что потом она вам поможет. Но почему-то не все до сих пор поняли, как этим пользоваться. Я так понимаю. Окей, все. Заходим на мой второй аккаунт. Значит, Адам Случано. Пароль в слух говорить не буду, пожалуй. Я думаю, это не надо делать. Заходим на него. Как видите, никакой двухфакторной аутентификации тут нет. Заходим на место выхода. Я тут прячусь в лесу, а я видос, по-моему, с него как раз-таки снимал. Да, 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 да. Мы же видосик с него записывали. Кто помнит, это один из прошлых видосов был. Значит, что мы делаем? Мы нажимаем на М. Заходим в настройки. Нет, заходим в безопасность. И тут у нас с вами есть QR-код для того, чтобы подтвердить, значит, как это называется, аутентификацию. Вот. Что вам нужно? Вы должны на телефон скачать себе приложение. Либо Ядекс-аутентификатор, либо Google-аутентификатор. То есть, у меня есть аутентификатор, вот он, я не знаю, вам будет видно или нет. Короче, вот он. Вот так он выглядит. Аутентификатор. Он просто так и называется, аутентификатор Google. И здесь у меня все пароли. Точнее, не пароли, циферки, которые высвечиваются. Я, в принципе, их могу тоже показать, но я не буду. Не хочу. Они просто обновляются все равно каждые несколько секунд. Мне все равно стремно показывать. Вот. Что мы делаем здесь? Мы тут нажимаем на плюсик. И тут будет сканировать QR-код. Нажимаем сканировать QR-код. Это все просто... Ну, это ребенок с этим разберется, поэтому я вам это не показываю. Я, значит, сканирую. Что у нас выходит? Выходит, что он у меня появился. Правильно я понимаю? Адам Случано. Все верно. Все верно. Он у меня появился... Вот я его как только отсканировал, он у меня появился в телефоне. В этом аутентификаторе. Значит, что я делаю? И там есть код. Я этот код теперь вожу. Получается, он сейчас у меня 9, 6, 7, 8, 9, 6. Нажимаю активировать. Так, я не понял, оно заработало или не заработало. А ну, секунду, давайте проверим. Логаут. Так. Неужели... Там, по-моему, еще просто какие-то действия были, нет? Ага, отлично заработало. Как на аккаунт теперь зайти? А, да, все заработало. Все. Все. Вообще, минута действий. Да, потом вам понадобится телефон. Но зато ваш аккаунт будет в безопасности. Все. Теперь я... Он мне просит код. Я смотрю в свой телефончик. Вот этот аутентификатор. 7, 2, 5, 2, 2, 8. 7, 2, 5, 2, 2, 8. Он каждый раз обновляется. Поэтому я его без проблем могу называть. Все. Я зашел. И таким образом вы обезопасите свой аккаунт. Даже если кто-то узнает ваш пароль, он все равно не сможет зайти. То есть он ведет пароль, ему надо будет ввести двухфакторную аутентификацию, а она только у вас в телефоне. Но от этого есть одно, знаете, такое маленькое одно. Если вы спалите свою почту, то будет совсем жопа. То есть еще вот главное... У вас есть три шанса как-то, знаете, ошибиться. И вот главное, чтобы во всех трех вы не ошиблись. Вот так. Здесь, это я так понимаю, если я введу код, я его отключу. А, тучу, да, я не понимал. Здесь есть коды восстановления. Они у меня сейчас не показаны. Если я нажму обновить, это будут коды, на которых я смогу восстановить вообще в любой момент. То есть они не обновляемы. Свой этот аутентификатор сам, короче. То есть если вдруг вы телефон потеряли, вам как-то восстановить надо, да? Вот вы должны будете это сохранить. То есть я сейчас не буду нажимать обновить коды, потому что мне лень потом замазывать это все. Но вы когда все зайдете, создадите. Аутентификацию вот эту. Зайдите в коды восстановления, нажмите обновить, у вас появятся коды и сохраните их. Все, что вам нужно сейчас запомнить. Создать. Зайти в безопасность, зайти в приложение, отсканировать QR-код через Google аутентификатор. Я им пользуюсь, по крайней мере, лучше, наверное, через Янтек уже пользоваться аутентификатор. Ввести его, коды восстановления себе обновить, сохранить. И все, будете вы счастливы. Поэтому, ребята, короче, вот вся эта тема, со всеми этими взломами, это все очень стрёмно. Меня взламывали. Это было на пятом сервере. Это было очень давно. Это где-то год 20-й был, наверное, после стрима. Представляете, у меня был стрим. Чувак мне подарил 4 машины. Вот мандаринка тогда была. Кстати, тоже в одном из прошлых роликов ее вспоминали. Еще было какие-то 3 машины. Представляете, я вот только мандаринку запомнил. Я отстримил. На следующий день захожу, у меня просто пустой аккаунт. Максимально чистейший. Ни валюты, ни машины. И знаете, что я с этого получил? Ничего. Я написал жалобу, что меня взломали. Чувака, который меня взломал, его откинули, потому что это все по логам палится очень легко. А меня... А мне ничего не вернули. Ну, то есть не возвращают имущество. И сейчас, по-моему, тоже не возвращают. Поэтому все ваше имущество, будет оно у вас или нет, зависит только от вас. От того, как вы защитите свой аккаунт. Надеяться на администрацию в этом плане вообще не стоит. Максимум, что они могут сделать, это наказать человек, который вас взломал. И вот с этими же, знаете, чуваками, которые пытаются найти какую-то бесплатную выгоду, да, с какими-то приложениями, что-то скачать там, да. В первую очередь потеряете вы. Все. Все остальные от того, что вы там потеряли аккаунт, по своей глупости, ничего не потеряют. Наоборот, только приобретут. Потом ваши тачки слетят, куда-нибудь номера красивые слетят. Все это покупают и будут счастливо довольны. Так что, ребята, еще раз заходите на проект. Если у вас легкий пароль, меняете его на сложный. Если у вас легкий пароль на почте, меняете его на сложный. Активируйте двухфакторную аутентификацию и ничего лишнего на свой компьютер не скачут. И будет вам счастье. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Защищайте свои аккаунты. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok